Два года Сочи ведет борьбу с нарушителями трудового законодательства. Кто-то из предпринимателей сразу реагирует и исправляет свои ошибки, то есть устраивает людей официально на работу и выплачивает налоги, осчисления в пенсионный фонд заработников. Другие доводят до суда. В итоге уже было два прецедента, когда одна компания заплатила штраф в 3,5 миллиона рублей, другая – 2,3 миллиона. Мониторинги контрольных групп администрации города по выявлению неформальной занятости будут продолжаться. Мы действуем строго в рамках законодательства, строго. Мы требуем только исполнения трудового законодательства, более ничего. Все, кто попал на МВК – это уже нарушители закона. Традиционно на заседании комиссии людей спрашивают, почему они принимают людей на работу и не оформляют трудовой договор. Ответы, как правило, одни и те же, рассказывает государственный инспектор труда. Незнание закона не освобождает от ответственности, но в основном сценарии везде одинаковые. Говорят, что семейный бизнес в трудовом кодексе, такое понятие не расписано, что это папа, мама, брат, сват и так далее. Но вот различные уловки, лишь бы только не платить налоги. Только в этом году привлечено к административной ответственности 60 человек. Нарушители оштрафованы на сумму 650 тысяч рублей. К сожалению, на МВК попадают и повторно этим грешит Лазаревский район. Например, мониторинг проходил на 19 объектов, 12 из которых вновь работали неоформленные люди. Более того, сами работодатели не явились в мэрию, а попавшись на нарушение трудового законодательства дважды, получили приглашение уже на заседание Краевой комиссии по охране труда. Там будет проведена доскональная проверка частного предприятия по всем пунктам. К слову, Сочи признан лидером по борьбе с неформальной занятостью в крае. Наш город приводит в пример и рекомендует другим муниципалитетам края также активно вести борьбу с нарушениями трудового законодательства, как на курорте. Елена Апсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.